друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки также мое традиционное напоминание в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на официальный telegram канал а маркет с торговыми идеями где каждый день мы постим большое количество аналитического контента ну что за последние торговые сутки принципиальная ситуация на финансовых рынках не изменилась индекс доллара продолжает котироваться в районе 92 50 92 70 в целом сохраняя потенциал на еще большее ослабление потому что на симпозиуме в джексон холле председатель фрс джером паул дал конкретно установку на то что пока что не будет поддерживать и топите за идею уместности и своевременности текущего сокращения программы количественного смягчения откуда многие растут мы знаем паул обращает внимание на текущие нисходящие риски связанные с ковидом эта тема уже многократно нами обсуждалась и важно что эти риски уже находят свое отражение вы слабых макроэкономических данных которых достаточно а текущая торговая сессия будет интересно для нас так же как и для всех трейдеров и инвесторов потому что сегодня будет очень много отчетов поскольку первая неделя нового месяца это прежде всего разговоры о данных по нонфарм пэрлс а сегодня у нас будет предварительная репетиция потому что 15 15 выйдут данные от и дипи также еще один важный отчет по американской экономике это из м производственном секторе кстати до конца этой неделе у нас помимо нонфарма будет еще аэсэм в сфере услуг более объективный релиз потому что на сферу услуга для американской экономики можно сказать так приходится больше 70 процентов вклада в экономическое восстановление также мы сегодня будем наблюдать за двумя важными событиями для рынка нефти заседания пик плюса и данных по запасам но про нефть мы еще поговорим а касательно того что происходит в моменте с долларом хочется отметить друзья то что накануне был опубликован насчет потребительского доверия конференц-борд который как и ожидалось разочаровал настроение ухудшились до минимального уровня с начала этого года и этот отсчет является логическим продолжением слабых потребительских настроений от манчиганского индекса то есть несколько точек зрения все об одном о том что настроение потребителей сейчас подавлены потребители не торопятся вносить вклад в экономический рост потому что боятся все таки очередной вспышки к вида и понимают что перспективы американской экономики не такие уж и безоблачные все это прекрасно знал ранее джером пауэл это знает и федрезерву поэтому если бы картина была другой то американский регулятор уже давно бы начал сокращать программу количественного смягчения но пока не может себе этого позволить но он фармы предстоящие скорее всего друзья разочаруют а я полагаю что статистика которая будет опираться на рост количества заболевших в штатах с 15 июля по 15 августа будет удручающей гораздо гораздо хуже чем значение позапрошлого месяца ну и опять же сегодня когда выйдет и дипи мы сможем с вами потенциально в этом убедиться по поводу того как меры экономического стимулирования влияют на другие инструменты поскольку фрес продолжает проводить программу количественного смягчения прежними объемами это соответственно те самые старые добрые притоки колоссальной ликвидности на внутренний рынок то что будет увеличивать денежную массу способствует сохранению ставок на низких уровнях и топить американские пряжи в этом свете лучше всех смотрится перспективно золото я сегодня продолжаю привлекать ваше внимание к этому активу считаю что золото заляжено на дальнейшее восстановление мы легко можем оказаться в районе 1825 и выше обратите на это внимание золото может показать один из самых интересных скачков роста в рамках оставшихся вот трех торговых сессий особенном свете предстоящего релиза по но он фарм параллеса рынок нефти 72 07 здесь тотальные покупки другого в принципе сейчас лучше и вообще не рассматривается никаких шортах в моменте речи не идет заседание опека я не жду ничего прорывного ничего нового дорожную карту того как будут действовать страны опек до конца этого года мы уже знаем по 400 тысяч баррелей добычи ежемесячно до декабря не думаю что за последний месяц особенно на фоне быстрого восстановления цен на нефть что-то существенно изменилось в позиции лидеров этой организации из-за чего им пришлось бы лоббировать идею дополнительных корректив новодействующее соглашение сделка аналитического на пакта поэтому скорее всего небольшой всплеск волатильности будет но без фактических решений рынок стабилизируется на тех уровнях которые являются для него сейчас фундаментально обоснованными а это уровни которые точно находятся выше 72 долларов за баррель по бренду потому что мы до сих пор говорим о последствиях урагана и да подтопление колоссальный экономический ущерб перебой с электричеством подвешенные сроки того когда будет налажена работа нефтяных платформ мексиканском заливе да это скорее всего произойдет до конца этой недели но может быть из-за того что сейчас не дают еще не обозначают конкретные сроки все-таки эти последствия могут ликвидации этих последствий может затянуться пока что добыча нефти существенно сокращена вчера мы говорили о цифрах то что объем производства мексиканском заливе просел на 95 процентов 2 процента мирового предложения но согласитесь что если не на этом так на чем вообще можно активно расти и по запасам сегодня я жду данные со знаком минус 18 30 по московскому времени американский институт нефти также сообщил о том что запасы снизились но самую интересную статистику по запасам мы будем с вами анализировать через неделю которая покажет нам данные с учетом влияния уже урагана и до ожидания еще большего на сокращение как запасов а нефти так и запасов нефти продуктов могут обеспечить дальнейшее полномерное восстановление бренда выше 75 долларов за баррель евро против доллара 1.18 цели прежние 1.18 50 1.19 и выше сегодня блок данных индексов производственной активности за август не думаю что статистика сильно повлияет на евро но я возлагаю большие надежды на слабости доллара и на индекс рыночных настроений поэтому ожидаем значительного роста главного валютного риска американский фондовый рынок без новых сделок но он продолжает расти поэтому если вы не фиксировались по симпи например на отметке 4 500 молодцы считайте что сейчас получаете а экстра прибыль но взяла не спросив доллара 070 40 последний новостной фон то что в крупнейшем в одном из крупнейших городов тиреющий эпицентр распространение нового штамма к вида в окланде второй день подряд фиксируется сокращение числа заболевших это значит то что регион может раньше выйти из-за а тотальных ограничений если это произойдет то придется пересмотреть свои ожидания в отношении новозеландского доллара но признаться я никогда не был так рад что ошибся в определении перспектив новозеландской экономики потому что деньги не деньгами конечно же но ситуация с к видом лучше бы чтобы она не была настолько острой как стояла ранее в экономике новой зеландии понаблюдаем сегодня завтра за новозеландцем если ему удастся сохранить восходящую динамику то тогда уже от шартов нужно будет отказаться этом собственно все друзья спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока